Дышать станет легче. На предприятии Икорос начались работы по устранению неприятного запаха. Напомню, в начале месяца городская администрация расторгла договор с компанией и обязала руководство Икорос в судебном порядке устранить причину неприятного запаха. Затем, как ликвидируют источник зловония, наблюдала и наша съемочная группа. Еще несколько недель назад жители Ленинского района жаловались на зловонный воздух. По мнению горожан, пахло то кислой капустой, то аммиаком, то болотом. Удушающий воздух в буквальном смысле отравлял жизнь местным жителям. Источником зловония оказался водоем, расположенный на территории предприятия Икорос. С декабря прошлого года из него сделали могильник, в который сливали отходы нефтепереработки Сызеринского НПЗ. Запах, присущий веществу, которое было выявлено в результате отбора проб воздуха, это этилмеркаптаны и метилмеркаптаны, которые присутствуют в углеводородах. Это отходы, образующиеся после серой очистки нефтепродуктов. Пробы грунта, взятые с водоема, показали высокую степень токсичности. В результате городские власти расторглись с компанией договор аренды земельного участка, а суд приостановил деятельность предприятия на 90 суток. Сейчас на территории глиняного карьера начались работы по ликвидации причины неприятного запаха. Озеро с сернистыми стоками засыпают песком и сухой опокой в качестве ассорбента. Сверху водоем закроют глиняным саркофагом. Все работы в карьере производят за счет предприятия-нарушителя. Работы идут полностью весь световой день, начиная от 6 утра и заканчивают, сейчас время уже 8 час, они заканчивают после того, когда уже стемнеет. И так каждый день работа будет вестись ровно до того момента, пока не будет закрыто полностью то озеро, обвалованное, закрыто большим таким саркофагом земельным, глиняным замком вместе с песком, с тем, чтобы данное озеро не источало эти неприятные запахи. Работы по ликвидации источника неприятного запаха обещают завершить уже в конце текущей недели. Далее будут проведены меры по оздоровлению территории. Что касается здоровья людей, то специалисты уверяют, в грунтовые воды вредные вещества с территории глиняного карьера не попадут. И удушающий воздух, которым люди дышали на протяжении нескольких недель, в дальнейшем никак не скажется на их здоровье. По замерам управления Роспотребнадзора, то есть санитарных врачей, концентрации загрязняющих и дурно пахнущих веществ не превышают предельно допустимых. Это значит, что даже на протяжении длительного времени это не наносит ущерба здоровью людей, ну и окружающей среде. После ликвидации источника зловония специалистами будут взяты новые пробы воздуха, чтобы убедиться, что саркофаг надежно защищает атмосферу от попадания вредных веществ. А дальнейшую судьбу Экороса решит суд. В отношении предприятия уже возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, Евгений Шейченко, РЕН-ТВН, Саратов.